Что нужно, чтобы сделать свой день добрым? Встретиться с интересным человеком и поговорить по душам. Насладиться красотой природы. Правильный горшок – это уже половина успеха. И устроить дома свой личный спа-салон. О-о-о. Всё, как я люблю. Вкусно поесть. Кто молодец? Я молодец. Это очень вкусно. И получить порцию обожания. Дай лапу. А ещё знать, что тебе помогут в любой ситуации и получить экспертные рекомендации. Пересмотреть траты. Очищать своё сознание. Я покажу, что каждый день может стать добрым, интересным. Впереди вас ждёт успех. И необычным. Я с этим абсолютно согласна. Ваш добрый день на ТВ-3. Добрый день. Когда-то казалось, что термины «робот», «искусственный интеллект», «нанотехника» – это слова из какого-то фантастического фильма. Но сейчас это наша реальность. Так что сегодня предлагаю обсудить высокие технологии в жизни. Начинаем. Сегодня в программе Анна Плетнёва раскроет правду о своих отношениях с Вячеславом Макаровым. Ну что у нас было, я могу сказать. Действительно. И о том, с какими трудностями столкнулась в карьере. Я, как артистка Плетнёва, не состоялась. А я просто иду туда, потому что нам есть не на что. И я начинаю зарабатывать свои первые такие деньги через боль, через горечь. Было очень тяжело. Какие личные кризисы пришлось преодолеть им с мужем? Я не знаю, что это было. Я понимала, что мы всё. Но мы точно расстанемся. Это старшинник. И о чём переживают её дети? Оказывается, я не знала никогда. Они всегда это скрывали. Их булили. И вот у меня в связи с этим огромный-огромный вопрос. Я вообще имела право вообще вот так вот быть такой свободной самой собой? Узнаем, что ждёт нас на следующей неделе. Загадывайте карту. И какие пять средств должны быть в вашей косметичке? Вам не нужен целый чемодан профессиональной косметики. Достаточно всего пяти бьюти-средств. Сегодня у меня в гостях прекрасная мама и плохая девочка российской эстрады Анна Плетнёва. Анечка, привет, дорогая. Привет, дорогая. Анна Плетнёва, популярная певица и композитор, солистка групп Лицей и Винтаж, а ещё счастливая жена бизнесмена Кирилла Сырова и мама троих детей, дочерей Варвары и Маруси и сына Кирилла. Я очень рада сегодня быть здесь, но сегодня ты плохая девочка. Я так смотрю на тебя, и вот эти бадфорты твои, я тебе скажу. Анечка, да-да-да. Очень круто выглядишь. Ты потрясающая. Ты не скрываешь свой возраст? Нет, ты же просто девочка. Ты какая-то студентка, я не знаю. Как такая-то ошибка в паспорте, 44 года тебе исполнилась недавно? Знаешь, я даже в какой-то момент подумала, что не очень хорошо, что все знают, что мне 44 года, потому что имидж, он диктует другую цифру. И, в принципе, у нас достаточно молодая аудитория. У нас, я имею в виду, группа Винтаж, то есть нас слушает молодняк. Я же не понимаю, что это вообще. Поэтому я даже в какой-то момент думала поменять это, не потому что я комплексую, не потому что... Чтобы не травмировать психику. А чтобы не травмировать молодняк. Я старше буду, у меня 53. И мы приобрели за эти годы опыт, какую-то и профессиональную прочность, и по-житейски уже стали во многих вещах лучше разбираться, да? У нас трое детей у тебя, трое детей, но они у тебя еще маленькие. Ну как маленькие? Ну, относительно моих. Как хорошо, что они у нас есть. Я к чему говорю? Потому что они, например, мне не дают расслабиться и держат меня в информационном таком вот современном потоке. То есть я знаю все, что происходит. Я знаю, что сейчас в тренде. Я знаю, что нужно. Мне это прямо на пользу. Это правда. Мы постоянно на волне. Скажи, ты сама как увлеклась вот этими современными технологиями? Я знаю, что ты в ТикТоке активно присутствуешь. Ты знаешь, мне очень тяжело. Я не могу. Я каждый раз переступаю через себя. Просто наступаю себе на горло, понимаю, что я смотрюсь очень неорганично. Я иногда смешная слишком, когда снимаю это. Но мне нужно это делать. И, в общем, меня это раздражает, что вот мне что-то нужно делать. Я вообще не люблю, когда мне что-то или кто-то диктует. Я всегда очень была свободным человеком и делала всегда в этой жизни и делаю то, что хочу. Скажи мне, пожалуйста, вот у тебя какое-то сейчас вот такое новое дыхание в жизни, да? И в творчестве. Вы объединились же опять. Группу «Винтаж» Анна основала вместе с композитором Алексеем Романовым в 2006 году. Мое огромное сердце – это Алексей Романов! Вместе они выпустили несколько громких хитов, а спустя 10 лет объявили о распаде коллектива. В 2018 году Анна вернулась в коллектив по просьбе поклонников, но также активно занималась и сольной карьерой. Окончательное воссоединение группы случилось только в 2020 году. Мы с Лешей Романовым, когда создали группу «Винтаж», это было ровно 15 лет назад, потому что в этом году… С юбилеем вас. Да, у нас 15-летие. 15 лет назад мы с Лешей, когда сошлись, это было ДТП, в аварии, мы друг друга врезались, решили идти вместе. В прямом смысле, врезались друг в друга, да? Я врезалась. Да, правда, правда, на машине, это правда, я в него въехала. И вот это была судьбоносная авария, мы после этого решили быть вместе. И мы были оба экс-вокалисты из экс-популярных групп. Леша был из группы «Омега», а я пела в группе «Лицей». Мы были абсолютно два потерянных человека. И именно так нас воспринимали. Никому мы не были нужны. На радио нас посылали, говорили, кому вы нужны уже такие старые. Это был такой вот сложный путь. А потом прошло лет 10, когда мы уперлись в какую-то стену. Вот что бы мы ни выпускали, что бы мы ни делали, но ничего не происходит. И мы очень-очень сильно внутренне, конечно, из-за этого переживали. Но не признавались друг другу в этом. И в какой-то момент настал, конечно же, кризис. Но мы устали, мы устали от неуспеха. Он длился года три. Мы рассорились. Мы год не разговаривали. Но у нас накопились друг к другу претензии. Мы были друг без друга. Тогда, кстати, родилась песня Раневская, потрясающая у него, глубокая для Лолиты. У меня тоже там выходили свои песни «Интуиция». Там все как бы шло. Но я могу сказать, что того успеха его не было. Я, как артистка Плетнева, не состоялась. Я хотела, наверное, доказать сначала вот Леше и себе, что вот я могу все равно без него. И мне было, конечно, жутко больно, потому что абсолютно это был мой еще родной человек. И мне было дико тяжело без нашего вот этого мира, музыки. И был Новый год. И я просто позвонила. И он рыдал, и мы рыдали, и я приехала. И вот мы обнимались. И родилась песня «Белая» после этого, которая стала номер один, возглавила все хит-парады. Все равно мы поняли, что вот эта синергия наша с ним, она творит магию, волшебство. И вот сейчас мы вместе... На самом деле я каких-то нюансов не знала. Я тебя очень рада была видеть на проекте «Маска». Закончился проект с грандиозными слухами в интернете по поводу ваших отношений со Славой. А, да-да-да. Да-да-да. Ну что, у нас было, я могу сказать, действительно. Шучу. Это... Даже я купила. Со Славой мы сошлись на каком-то таком духовном уровне. Стали общаться. Первое, что я сделала, я пригласила его сняться в клипе. У нас там поцелуи, вот это все. Любовь. Как муж реагирует? Плохо. Нервничает. Ревнует до сих пор. А он приезжает на съемку? Не приезжает, слава богу, господи. Еще этого не хватало. Но реально мне прям высказан. Это было очень смешно. Как помириться с мужем, который сильно ревнует? Только хороший секс. Положит. Я ни в коем случае не хочу учить людей манипулировать друг другом. Это вообще неправильно. Я только вот про себя говорю, что мне кажется, вот эта сексуальная энергия, она решает очень многие вообще вопросы. Когда человек понимает, что он тебе нужен, а никто другой. Это убеждает его лучше, чем все остальные слова. Абсолютно. Энергия, она вот в этот момент, она очень-очень сильная. Энергия любви. Вот. И вот так вот можно решать многие проблемы. Как вы познакомились? Мы с моим мужем встретились три раза. Когда мне было 18 лет, я такая модная московская тусовщица, отмечаю свой день рождения. А у меня жених. Ну, тогда все, у меня первая любовь. И вот это было первый раз, когда он уже был серьезным бизнесменом. А мне он казался очень старым. Ему уже было 24, вот, какой-то в пиджаке. Но он тогда первый раз подошел и попросил телефон у меня. Как только мой жених-то отвернулся, вот, он попросил телефончик, и я ему написала телефончик, но неправильный. И он мне до сих пор это припоминает. Вот, потом второй раз мы встретились, и уже он мне понравился, и уже я с ним хотела познакомиться. Ну, у него тогда были какие-то личные проблемы, и, в общем, он как-то вот тогда проигнорировал меня. А третий раз нас просто посадили в один самолет. И он тогда был с другом и сказал, вот, смотри, вот это вот моя жена будущая летит сейчас с нами в самолете. Ну, и все. А после этого так все и получилось. Я помню, на границе он меня уже заставил расписаться его именем, ну, в смысле фамилию. Говорит, я такой пьяный, я не могу расписаться. Можешь расписаться за меня? Я расписалась, говорю, вот, молодец, тренируйся. Ну, и все. А дальше дико романтическая история. Там, как он появлялся во всех городах, на всех гастролях, где мы были. Мы вместе 17 лет. 17 лет? Ну, это просто судьба какая-то, да? Вот как вас так сводила какая-то высшая сила, да, трижды? Если вы тоже ждете намеки от Вселенной, для вас наш Таро-прогноз. Добрый день. Сейчас мы сделаем расклад и посмотрим, что нас ждет на предстоящей неделе. Аида Мартиросян. Экстрасенс, таролог и предсказательница. Свой дар предвидения Аида получил от деда. И благодаря ему делает самые точные расклады на картах Таро и помогает в сложных жизненных ситуациях. Загадывайте карту. Сделайте выбор быстро. Долго не думайте. Первая карта, она самая правильная. Открываем первую карту. Карта «Четверка мечей». Эта карта говорит о том, что уже какой-то период вы находитесь в положении, когда вы не понимаете, в каком направлении вам двигаться. Вроде вы идете, но вам кажется, что это не ваше направление. Вам хочется чего-то нового, чего-то интересного. Эта карта подсказывает о том, что подождите еще немного, и скоро вы найдете тот путь, который вы ищете. Открываем вторую карту. Королева жезлов. Эта карта говорит о том, что ту работу, которую вы выполняли в какой-то период, пришло время пожинать плоды. Пришло время собирать именно то, к чему вы так долго шли. Эта карта очень хорошая карта. И карта говорит о том, что вы заслужили получить свой волшебный приз. Открываем третью карту. Король мечей. Как правило, эта карта говорит о том, что, скорее всего, вы услышите какие-то новости, связанные с родными. Или кто-то болеет, или кто-то заболеет. И, скорее всего, к ним нужно съездить. Потому что эта карта, как правило, показывает семью, родных, близких. А сейчас, в виде бонуса, мы вытащим четвертую карту. Четвертая карта ответит на любой вопрос, да или нет. Эта карта не говорит точно, да или нет. Эта карта подсказывает, что, скорее всего, то, что вы планируете, не получится сейчас. Но в будущем у вас есть возможность реализовать эту карту. И эта карта будет иметь значение «да». Эта карта подсказывает, что у вас есть еще время для того, чтобы этот вопрос стал «да». И помните, карты всегда точно и правильно подсказывают. Но выбор всегда остается за вами. Хорошей вам недели. Ну, ты веришь, да, в предназначение, в какие-то высшие какие-то силы? Лер, я вот точно знаю, что это есть. Если я расскажу несколько случаев из своей жизни, ты не поверишь. Меня конкретно ведут и ведет вот... Я лично подозреваю, что папа мой, которого не стало рано, и я осталась одна. Мы остались вот так вот без всего, без денег, без там... Поддержки какой-то, да? Поддержки, да. И я там девочка юная, мне 19 лет, и у меня нет работы. Мама как раз ушла с работы. У мамы родители бабушка с дедушкой, мы все живем в одной квартире, и все. И нам не на что есть. Это все в 90-е? Да, это все в 90-е. И через два месяца просто я оказываюсь в группе лицей, которую когда-то мы с папой сидели на диване, показывали по телеку, и он вдруг сказал, вот хорошо бы тебе в такой группе петь. Вот я прям как сейчас это помню. Через два месяца меня вот так вот берет мой гитарист, говорит, ты должна быть звездой. И отводит туда. А я просто иду туда, потому что там есть не на что. Ну правда, физически. Там московская семья, московская девочка, понимаешь, все там. Ну да, есть где жить, но дальше ничего. И я начинаю зарабатывать свои первые такие деньги через боль, через горечь, через там. Было очень тяжело. Но при этом я понимаю, что вот это тот самый момент, когда я четко знала, я это чувствовала. Понимаешь, ну по-другому быть не может. И вот таких случаев в моей жизни миллион. Далее в программе. Меня прям чмырили страшно. Любовь все меняет и все решает вообще в этой жизни. Я не знаю, что это было. Я понимала, что мы все. Мы точно расстанемся. Усташение какое-то. И у меня выросла грудь. Надо сказать, это тоже немаловажно. Да, лайфхак. А Таня Плетневой. Я идеальна. Я супер-бумен. Никита. Я вот все выключила. Ты можешь меня выслушать хоть раз? Что Арина мне не по судьбе? Это еще мягко сказано. Вы задайте вопрос, а я на него отвечу. Боитесь, что ваша жена вам изменит? Как раз наоборот. Я хочу, чтобы она с ним сошлась короче. Вот как у тебя это получается, а? Талант. Хотела ли ты когда-либо себя изменить и что-то в себе улучшить, усовершенствовать? Ты знаешь, я отношусь к этому нормально, если у тебя действительно какой-то дефект. Ну вот, объективно. Это же бывает. Я ничего никогда не делала. Я за то, чтобы все было вот, ну, как-то в гармонии. Конечно, нужно все использовать, что есть. Там, диалуроновая кислота, ботокс, я не знаю, что там еще. Но когда это чуть-чуть, и когда это для поддержки того, что у тебя есть прекрасного, когда твою индивидуальность не убивают, а подчеркивают. То, что раньше казалось какой-то несбыточной мечтой, сегодня – это наша реальность. И довольно просто можно обзавестись красивой фигурой и лицом благодаря пластической хирургии. Сегодня у меня в гостях пластический хирург. Обладатель титула «Лучший пластический хирург. Выбор звезд» Тимур Хайдаров. Как и в любой сфере, в пластической хирургии наверняка существует тоже мода. Какие сейчас самые популярные операции? В принципе, ничего не изменилось, как были в топ-операции. Это ринопластики, это грудь и, конечно же, липосакции. Но сейчас такая тенденция наблюдается. Все больше и больше запрос идет на натуральность. Если мы говорим о стремлении к натуральности, то есть ли смысл вообще пластической хирургии? Конечно, есть. Ведь пластическая хирургия – это же так же и восстановительные операции. Те же послеродовые изменения, когда, допустим, сильно испортилась фигура. Она же начинает комплексовать до такой степени, что ей уже стыдно даже раздеться перед своим мужем. Это может повлиять на семейную жизнь? Конечно. Одним словом, пластические хирурги даже, можно сказать, участвуют в… Укрепляют семьи. Укрепляют семьи, конечно, повышают рождаемость. Сегодня медицинские услуги пластической хирургии представляют большое количество специалистов, да? Но цены разные везде. Цена равна качеству? Ну, не всегда. Зачастую цена зависит, ну, от медийности, наверное, хирурга, от востребованности хирурга. Вот на что нужно обратить внимание, чтобы понять, что это действительно профессионал? Нужно не, так сказать, не спеша выбрать своего доктора, своего специалиста. Те же рекомендации сделал кому-то глаза, не значит, он может сделать хорошо и носы. Потому что я считаю, что… Сциализация есть у каждого хирурга. На самом деле, на сегодняшний день я считаю, что специалист должен быть более узконаправлен. А как понять, действительно ли нужна операция, если человек просто поддается веянию моды? Ты можешь сказать, нет, у тебя и так все нормально, иди? Конечно, сто процентов. Слава богу, я могу себе это позволить. И хотел бы также порекомендовать нашим телезрителям. Не нужно гнаться за модой. Не нужно делать ту или иную операцию, именно пластическую, ради кого-то, чтобы там кого-то вернуть. Ее нужно делать действительно по показаниям. И, конечно же, когда я вижу, что, допустим, нет показаний к операции, и так все прекрасно, и так все хорошо, нужно просто немножко поработать с самим собой, с психологом, принять себя, полюбить себя. Конечно же, я отказываюсь. Либо же, если я вижу, что результата мы не добьемся. Зачем тратить деньги, тратить время, энергию? В любом случае, должны все понять, что любая операция – это риск. И делать операцию ради операции, конечно же, не стоит. Конечно, при помощи пластической хирургии можно многие проблемы решить. Но все-таки, прежде чем решить аналопластическую операцию, тысячу раз подумайте, действительно ли вам это нужно. Вот 17 лет вы вместе, да? У вас же наверняка были какие-то кризисные ситуации, ну, как у всех нормальных людей случается. Как вы выходили? Рожали детей. Правда. И это тоже мистика. Это тоже, честно говоря, тоже мистика. Всех своих детей я родила случайно. И никогда ни разу еще не планировала. У нас был в какой-то момент очень серьезный кризис. Я не знаю, что это было. Из-за чего? Все же так хорошо. Это было 12 лет назад. Не могу сейчас точно сказать из-за чего, но я понимала, что мы все, мы точно расстанемся. Как усташение какое-то. Да, при том, что Маруся еще была маленькая, ей было три годика. И, конечно, я понимала, что, ну, это ужасно, если мы расстанемся. И я помню, что я очень сильно попросила там куда-то, пусть оно просто разрешится, потому что это было очень-очень психологически сложно находиться дома, находиться друг с другом. Все это давило. И случилось так, что через месяц вот я узнала, что я беременна с нашим младшеньким, который, когда родился, папа растаял полностью. Из такого жесткого, достаточно прагматичного человека он вдруг превратился в такую любящую, нежную, пушистую мать. А я вдруг стала немножко дядей таким даже иногда. Ну и вот именно этот момент, он как-то настолько все перевернул с ног на голову, столько нежности появилось, столько любви. И вот... И это возродило и ваши отношения. И это, да, ну, да, там полностью все, конечно, поменялось. Это прекрасно. А ты своего сына не показываешь в соцсетях, в отличие от девчонок? Нет, пока, нет, нет, нет. А девчонки просто уже взрослые. Они стали себя показывать. Только они открыли свои соцсети, и они их сделали осознанно открытыми. Мы с ними поговорили, и сначала это сделала Варя Е18 уже, и она снялась сначала в клипе в моем «Воскресный ангел». Вот, после этого она открыла соцсети свои для всех, и уже я ее стала показывать. Потом подросла Маруся. Невозможная она красотка, и мне хочется ею хвастаться уже давно. Но как только я поняла, что она психологически к этому готова, я стала ее, конечно, сразу показывать. Этот, конечно, еще нет, он уже маленький. Я считаю, что таким образом я, наверное, оберегаю, с одной стороны, с другой стороны, уважаю пространство человека. Вот вдруг он вырастет и скажет, зачем ты это делала? Я не хотела, мне вообще это не нравится. Наверное, ты права, потому что когда мои росли, еще не было такого количества соцсетей, и они не были настолько популярны, все было несколько иначе. У тебя как с девчонками? Как у тебя сейчас отношения? Подружки твои? Ты знаешь, Лера, по-разному. У меня вообще такой удивительный был недавно разговор. Я всегда думала, что я для них такая ролл-модул, знаешь, что они всегда гордятся мной. Потому что у меня жуткий комплекс в жизни был. У меня мама моя, она была очень полная. И в детстве, в советском, знаешь, очень гнобили меня за это, что вот когда мама где-то появлялась... Вот, и поэтому я для своих девчонок, мне казалось, что, ну, я идеальная. Я супер, там... Вумен. Вумен, да. Что я современная, что я модная, что я худая. Я вдруг услышала от них первый раз фразу, Мам, вот у тебя была мама толстая, а у нас голая. Оказывается, я не знала никогда. Они всегда это скрывали. То есть тебе они это не говорили? Они никогда это не озвучивали. Но, оказывается, их булили все равно. Ну, как булили? Ну, я понимаю, но, тем не менее, говорят, смотри, Мам... Смотри, Мам, у тебя ход, Мам, вообще ход, вообще не... Открывали мои какие-то там плейбой снимки. Оказывается, они жутко это все в себе подавляли, потому что уважали меня, любили, не хотели расстраивать. Но явно у них что-то все равно там заложилось. И вот у меня в связи с этим огромный-огромный вопрос. Я вообще имела право вообще вот так вот быть такой свободной самой собой, когда у меня были дети. То есть я до сих пор не могу, честно говоря, до конца отдавать себе в эту матчу. А ты представляешь, что если бы я их еще везде пихала в тот момент? Ну, то есть это же вообще было бы, ну, наверное, еще им в 10 раз, к сожалению. Травм еще было бы больше. Теперь, когда ты уже это знаешь, ты как-то будешь по-другому? Нет, поздно. Они уже взрослые, уже сами хотят. А, то есть они уже нормальные. А, то есть они уже нормальные. Они уже нормальные, да. Ты понимаешь, и мне не стыдно ни за одно мое тело движение, которое я совершила в шоу-бизнесе. Я знаю, зачем я это делала. Мне это было органично, я была честна с собой, абсолютно коррелировалась. То есть ты рассчитываешь на понимание со стороны своих детей? С музыкой, понимаешь? И я рассчитываю на то, что если ты делаешь это честно, без фальши, без какой-то доли сомнения, то все я делаю правильно. Анечка, ты роскошно выглядишь. Спасибо большое. Тебе уже говорила. Да. Скажи, ну, у тебя же есть какие-то свои приемы, женские хитрости, какие-то секретики? Конечно. Девчонки растут, да, ты же их тоже учишь. Ну, во-первых, я знаю свою рабочую сторону. Да, с какой стороной быть камерой сидеть. Я, конечно, научилась себя во всех смыслах нести этому миру, потому что в детстве я считалась очень страшненькой. И была дико закомплексованной. Кто? Ты? Я, 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 я. Меня прям чмырили страшно. То есть дети советские, они были достаточно жестокие. А востоку, поскольку я была самая... Ой, как тебе дразнили? Коротышка. У меня очень кудрявые волосы. Вот сейчас я их чуть выпрямляю. Мечтаю же. Это же нет. Какие волосы роскошные. Лев Бонифаций, Пушкин. Глаза, как у бульдога. Когда я уже подросла и поняла вообще, что дело вообще не во внешности, оказывается. И не в росте. И не в росте, да. Когда я надела каблуки, и вдруг я почувствовала себя вот уверенной. И у меня выросла грудь. Надо сказать, это тоже немаловажно было. Вот. И я поняла, что на меня оборачиваются люди. И я вообще-то звезда. И все парни мои. И это все пошло от вот этой внутренней, конечно, уверенности прежде всего. И всем всегда моим детям, я имею в виду девочкам, я говорю только одно. Если вы сами себе нравитесь и уверены в себе, любите себя, вас будет любить весь мир. И все будут у ваших ног. Все парни этого мира. Далее в программе. Я могу ляпнуть такую ерунду, такую ересь. Знаешь, мне потом так самой плохо и стыдно. Я же с Пересняковой была влюблена. И из-за него я стала певицей. Меня привели на кастинг в лице. Девчонки, они были против. И Настя, и Зольда, они прям, ух, были на стрёме. Все знают, что я плохая девочка. Вот. С Колей мы вообще срывали уроки бесконечно. Он был такой хулиган. А я была плохой девочкой. Вот дай совет для мам. Как воспитать девочку, уверенную в своей красоте и неотразимости? Во-первых, ей постоянно надо об этом говорить. Ну, правда, это очень важно. С самого маленького возраста. Вот я помню мне всегда, пап, мама, ты самая красивая у нас. Ты самая-самая... Вообще, у тебя там такие волосы, у тебя такие глаза, когда мне с другой стороны говорят другое. Понимаешь? Ты такая необычная. Ну, то есть все вообще... То есть подчеркивать достоинства. Подчеркивать все достоинства. Потому что все в подростковом возрасте, все с собой недовольны. Любить, безумно любить. Это правда. Любовь абсолютно все... Любовь все меняет и все решает вообще в этой жизни. Сделяет уверенность. Ну, а сейчас, слушайте, когда современные технологии, когда любая девчонка уже может залезть в интернет и найти там тысячу вариантов, как из любого лица можно вылепить вообще любое. Нет, сейчас я крашу стрелки эти. Думаешь, почему? Потому что у меня разрез глаз вниз. Знаешь, у меня такие грустные глаза еврейского народа. А вот эти стрелки, они делают их вот там чуть-чуть другими. Главное в макияже, говорят, чтобы он выглядел естественно. А как этого добиться, сейчас расскажем. Для того, чтобы хорошо выглядеть каждый день, вам не нужен целый чемодан профессиональной косметики. Достаточно всего пяти бьюти-средств. Елена Деянова. Визажист и коуч с 10-летним стажем. Автор собственного курса по макияжу знает, как легко сделать красивой любую женщину. Средство номер один. Консилер-корректор. Вы можете воспользоваться им практически на все лицо. Вашими чистыми пальчиками аккуратно растушевать этот продукт и выровнять оттенок вашей кожи. Тон имеет менее укрывистую текстуру и синячки, пигментные пятна и прыщички у вас бы не убрались. Здесь самое важное – подобрать правильный оттенок под цвет вашей кожи и аккуратненько растушевать края. Итак, переходим к средству номер два. Это карандаш для глаз. Эти карандаши кремовые мы можем использовать как два в одном и нарисовать графичную стрелочку и пальчиком растушевать. И у нас получается имитация нанесенных на веко теней. Если у вас прохладные глазки, это могут быть голубые или серые, найдите карандашик тепло-коричневый. Теплый оттенок максимально звонко подчеркнет ваши холодные глаза. Что касается карих оттенков, здесь можно посмотреть на оттенки сливы, на оттенки баклажана. И у нас остаются зеленые глазки, сюда тоже подходят оттенки именно сливовые и фиолетовые. Нужен обязательно контраст, в котором, вот в этом обравлении, ваш зрачок будет еще ярче смотреться. Продукт номер три, и это будет тушь. Что касается выбора туши, все на самом деле очень просто. Вы можете вообще не заморачиваться по поводу масс-маркета или люкса. Составы примерно одинаковые. Самое главное, ориентируйтесь на то, чтобы щеточка была не слишком большая для вашего глаза. А какая она будет силиконовая или из натурального ворса, по большому счету, не имеет значения. От корешка, прямо от корней, туда пролезая глубоко, мы протягиваем тушь сверху. Итак, средство номер четыре. Карандаш для губ. Его можно использовать на весь периметр губ, практически как помаду. Он должен быть максимально похож на ваш собственный пигмент, практически с ним сливаться. Тогда вы сможете сделать очень четкий контур вашим губкам. Особенно, если в зрелости, возрасте эта граница нарушается и становится расплывчатой. Итак, последнее наше средство – кремовый румяна. Вы можете использовать его и как тени, нанося на веки, аккуратненько. Можно на перемычку носа нанести небольшое количество. Это тоже дает такой, знаете, легкий эффект загара. И можно воспользоваться как румяна и как помады для губ. Представляете, как здорово? Как тебе кажется, вот сегодня молодым артистам или даже бывалым легче на международную арену выйти? Однозначно сейчас легче. Если особенно ты занимаешься электронной музыкой. Сто процентов. Все дороги открыты. И для этого нужно немного. Для этого нужно просто талант. И загрузить правильно. Но с другой стороны, материал огромное количество выплески. А с другой стороны, да, информации в тысячу раз больше. Нужно же как-то донести, потому что ты делал что-то стоящее. Нужно, чтобы это услышали. Согласна. Но слушай, ну получил же вот молодой человек Грэмми, насколько я знаю, да, который на железной дороге работал. Взял и просто вот так вот занял первые строчки всей билбордов. Просто он загрузил свою музыку, я не знаю куда. И его заметили продюсеры. И его, именно его ремикс, понимаешь, стал просто хитом номер один. Ну, что тут говорить? У нас, конечно, таких вариантов не было. Далее в программе. Я же с Перснякова была влюблена. И из-за него я стала певицей. А я ведь знаю, что на меня обиделась. Люди, отпустите ситуацию. Да, вот я как дура вечно в этом ТикТоке скачу, вот, а ты прекрасен всегда. Мне подруга посоветовала сходить, говорит, к бабке. А она молодая такая. У тебя еще этих девочек столько будет. Это не так. Ты это клиентом своим впаривать будешь? Это бред какой-то. А вы это видите? Приворот, ведь это дело не хитрое, но есть нюансы. Мне, наоборот, нужен отворот от мужа. Ань, ты давно в шоу-бизнесе? Бывали ли у тебя какие-нибудь конфликтные ситуации, которые приходилось бы разрешать мне-нибудь в суде? Какие-то юридические споры? Слушай, да, конечно, что-то было. Конечно, где-то что-то ляпнешь, понимаешь? Вот у меня, к сожалению, есть такая проблема. Я могу ляпнуть такую ерунду, вот такую ересь. Знаешь, мне потом так самой плохо и стыдно. Про своего друга, любимого, понимаешь, человека, с которым я училась в школе, с которым я вообще вместе росла, можно сказать, и потом вместе уже росла в шоу-бизнесе. Понимаешь, про Колю Басову. Сказала, что у него тогда был дуэт с Даней Милохиным, но как раз был вопрос про то, что про тик-ток, и я как-то так сказала, как-то так не очень уважительно, что ну вот, типа, зачем-то. А я ведь знаю, что он на меня обиделся, понимаешь? Ну знаю, я чувствую. Хотя мы с ним виделись уже сто раз, вместе работали на одних площадках, и недавно сидели за одним столом на свадьбе Мариной Федунки. И вот любим друг друга, правда, обнимаемся. Но я знаю, что... А у меня, понимаешь, даже вот... Коль, отпусти ситуацию, дорогой мой. Ты не можешь обижаться серьезно. Коль, я просто вот пользуясь случаем, я хочу, можно сказать, Кольечка, я тебя очень люблю, я очень жалею, что ты ляпнула. Вот я на самом деле про себя говорила. Я как дура вечно в этом тик-токе скачу. Вот, а ты прекрасен всегда. Но я не права, правда? Расскажи про ваше детство. В одной школе учились, правда? Мы в 1113 учились на Пушкинской. Это школа для творческих людей. Там учились вот все, кто танцевал, пел. Там тогда вот как раз я была в балете Гостелерадио Телевидение, поэтому меня туда взяли. Там учился Тёма Михалков, например, Инна Маликова. Ну, вот какие-то творческие, да? Где вот это на что снять? Ну, как вы зажигали, да? В школе 1113. Ну, как бы, конечно, никто уже не учился с класса 7-го. Давайте скажем честно, мы ездили на гастроли. Мы могли официально пропускать школу. Тогда же я начала всех вот так вокруг себя после школы собирать и петь им песни Пресняковские. Я же с Пресняковой была влюблена. И из-за него я стала певицей. Я тестировала на людях. Я их сажала всех и заставляла себя слушать. И Коля меня слушал, понимаешь? Вот, с Колей мы вообще сорвали уроки. Бесконечно. Он был такой хулиган. А я была плохой девочкой в школе. То есть все знают, что я плохая девочка. Вот, и эту же школу закончили девчонки из лицея, что самое интересное, ты понимаешь? Что и Зольда, и Настя учились в этой школе. Но мы их не видели никогда. Они с 15 лет же, с 14 начали ездить на гастроли. А они закончили эту школу. И на моем выпускном, Лер, они пели песню «След на воде», вот как сейчас помню. А я танцевала с физиком с Александром Довичем. Медленный танец. А могла ты тогда представить, что ты будешь быть в этом коллекции? Это невероятно. Когда я, кстати, пришла, меня привели на кастинг в лицей, и девчонки, они были против. И Настя, и Зольда, они прям, ух, были как бы на стрёме, потому что понимали, кто пришёл. Вот эта вот, вот эта вот самая вот эта вот плохая девочка, по-другому мне скажешь, которая там зажигала в школе. То есть они были наслышаны от твоих подвигов? Конечно. Я поняла. А как урегулировать конфликты в правовом поле, подскажет наш юрист. На наших страницах в социальных сетях мы оставляли адрес электронной почты, на который вы можете присылать свои вопросы юристу. И я сегодня отвечу на некоторые из них. Алексей Сиренко. Управляющий партнёр юридической фирмы. Кандидат юридических наук. Преподаватель юридического вуза. Ответит на самые актуальные вопросы и поможет разобраться в тонкостях юридических задач. Перейдём к первому вопросу. Покупала квартиру на свои деньги, но оформила на маму. Не хотела, чтобы будущий муж имел право на мою собственность. Я сама оплачивала все коммунальные платежи и ремонт в квартире делала на свои деньги. Если мама решит завещать квартиру сестре, или продать её без моего ведома. Могу ли я это оспорить? Ну, в первую очередь мне бы хотелось сказать, что оформление этой квартиры на маму было абсолютно бессмысленным. Потому что любое имущество, которое приобретено до брака, не является совместно нажитым и не подлежит разделу в случае развода. То есть ваш будущий муж, он в любом бы случае не мог претендовать на эту недвижимость. Поэтому можно было просто оформить эту квартиру на себя. Но поскольку это уже случилось, поговорим о последствиях. Теперь ваша мама является собственником этой недвижимости и может распоряжаться ей по собственному усмотрению, как она захочет. Она может её продать, подарить и, конечно, завещать. И оспорить вы это никак не сможете. И теперь к следующему вопросу. «Мой отец завещал квартиру человеку, который не является родственником. Могу ли я это оспорить в суде?» Ну, на самом деле, абсолютно не имеет никакого значения, является ли родственником умершего тот, кто получает наследство по завещанию. Потому что это воля наследодателя. Но в то же время с завещанием может быть оспорено по иску лица, права или законные интересы которого нарушены этим завещанием. И только в судебном порядке. То есть, если вы кровный родственник, а завещание составлено в пользу постороннего человека, вы можете обратиться в суд. Коротко о всех случаях, когда можно оспорить завещание. Наследодатель не учёл в завещании наследников, которым в любом случае полагается обязательная доля. Это могут быть недееспособные супруг, дети или родители, и несовершеннолетние дети, наследники первой очереди покойного, а также его иждивенцы. Второй случай. Если судом установлено, что наследодатель являлся недееспособным лицом, также завещание является поддельным. Ну, и также оспорить завещание можно, если оно совершено в отношении недостойных наследников, то есть граждан, которые пытались незаконно выдать себя за настоящих наследников или увеличить причитающуюся им долю в наследстве. Также завещание можно оспорить, если воля наследодателя изложена неоднозначно. Или в документе есть исправление и добавление, внесённое нотариусом после удостоверения завещания. На этом всё. Присылайте ваши юридические вопросы на адрес электронной почты, который вы видите сейчас на ваших экранах, и я с удовольствием отвечу на самые актуальные и интересные из них. Аньечка, спасибо тебе большое. Я, правда, я очень рада была тебя видеть. Спасибо, я тоже взаима. Во-первых, мне кажется, мы никогда в жизни так долго не общались. Мы вообще никогда. Да, о чём я, в принципе, жалею, потому что ты очень интересный человек, очень классная девчонка просто, просто девочка. Я тебе желаю искренних друзей в твоей жизни. Спасибо. Я тебе желаю успеха большого, всеобъемлющего такого, вот на всех существующих площадках, в платформах и в бездородных в том числе. Пусть всё это сбывается. Ну, конечно, пусть дети радуются. Спасибо, моя дорогая. Спасибо тебе большое. Ой, девочка. А вас, друзья, призываю активно проявлять себя в творчестве. Адрес нашей почты вы видите на экране. И присылайте обязательно темы, которые вы хотели бы обсудить. Доброго вам дня. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!